Девушки отдыхают С подробностями Наталья Давыченко. На первом поезде в Мюнхен приехали 450 мигрантов. По подсчетам пограничных служб, за сутки сюда прибудут еще 10 тысяч выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака. Мы рады, мы в Германии, но очень устали. Наш путь был долгим и опасным. За месяц мы прошли через Турцию, Грецию, Сербию, Венгрию и Австрию. И теперь мы здесь. В Баварском городе Ингольштадт открылся первый центр для приема беженцев из стран, которые Германия называет безопасными для жизни. Если все пойдет по плану, то регистрация, снятие отпечатков пальцев, медицинский осмотр и рассмотрение дела каждого займут до шести недель. Здесь все собраны под одной крышей. Администрация, ведомство по делам иностранцев, а также административный суд. Но центр этот рассчитан только на несколько сотен беженцев. Беженцы и этому рады. Геополитики проводят экстренные совещания. Брюссель созывают чрезвычайную встречу глав МИД и МВД стран Евросоюза. В Люксембурге министры 28 государств ЕС единогласны в одном. Текущий миграционный кризис – одна из самых серьезных проблем сообщества с долгосрочной перспективой. Поэтому и подходить к ее решению надо правильным путем. Им оказалась дорожная карта. Еврокомиссия подготовила дорожную карту из пяти пунктов. Приемы, расселение беженцев как внутри, так и за пределами Евросоюза. Регистрацию, отсев и возврат экономических мигрантов из неохваченных вооруженными конфликтами стран. Также начинается серьезная борьба с криминальными организациями, которые перевозят беженцев через Балканы. Будет усилена и операция на море против перевозчиков-нелегалов. Новые пакетные предложения по миграции будут представлены в Европарламенте в Страсбурге 9 октября. Самый серьезный пункт, по которому больше всего разногласий – обязательные квоты на беженцев. С начала года в ЕС уже прибыли 110 тысяч мигрантов через Грецию и 200 через Италию. Общая численность – почти 400 тысяч. Наталья Давыщенко, МИР24. По оценкам экспертов, в конце года приток мигрантов в страны Евросоюза может достичь 1 миллиона человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова